Северные собаки Морозный день, кругом лес, чистый снег и невероятные красоты. Сибирские хаски. Я в санях, впереди меня упряжка специально обученных ездовых собак. Они переминаются с ноги на ногу и ждут старта. Им тоже, как и мне, не терпится прокатиться. И вот сань трогается с места. Вперед! Молодцы! Вперед! Скорость, снег в лицо и буря непередаваемых эмоций. Молодец! Молодцы! Надо каждую собаку подобрать, чтобы он понимал, не стрессанул. Собачья упряжка Собачья упряжка – традиционный вид транспорта северных народов. Когда-то это было единственное зимнее средство передвижения. Сегодня это экзотика. Управление собачьей упряжкой – настоящее искусство. И даже таинство, доступное только посвященным. Управлять ею не так-то просто. Каюры говорят, что дело обстоит даже не в технике, а в том, что нужно понимать собаку. А та, в свою очередь, должна понимать вас. Молодцы! Молодцы! Все, там в такой скорости мы ехали. Я замерзла, все обдуло. На, ничего. Ну, конечно, девять собак – это, конечно, быстро. Не два, не три. Не случайно наш герой Петр, сам родом из северной глубинки, выбрал именно эту породу собак. Крепким и выносливым хаске не страшен ни снег, ни мороз. Это и позволяет им выживать в экстремально холодных условиях. Кстати, стереотип, что эти издовые псы не годятся на роль милых домашних питомцев, ломают и сами собаки, и их хозяева. Во-первых, хаски, они вообще дружелюбные собаки. Они в основном… Ну, вообще даже агрессии нету к людям постоянно. Все же боятся подойти к хаске. Не кушаются ли собаки? Это же хаски. Они вообще не кусаются. Они могут даже вас расцеловать до смерти. Еще одним представителем северной ездовой породы собак являются аляскинские маламуты, которые также на уровне инстинктов умеют работать в упряжках. Эти дружелюбные и ласковые существа, как все северные собаки, очень свободолюбивы. Маламуты отличаются крупными габаритами, трудоспособностью и твердым характером. А еще маламуты – прирожденный копатель. Если вы вдруг осмелитесь обзавестись этой породой, то будьте готовы к тому, что ваш двор будет полностью перекопан. При всем при этом, маламуты очень общительны и весьма дружелюбны. Хорошие, хорошие. Если их долго ничем не занимать, они вот так вот делают, копают. Надо постоянно ездой или прогулками чем-то занимать, тогда они выпускают пару. Обычно вот так выезжаем, и под сопкой есть речка, по ней едем до подъема и поднимаемся на сопку и по тайге. Они сейчас захотят направо поехать, но надо нам повернуть как-то налево. Здесь налево, лево, лево, хап, налево, здесь налево, лево, лево, хап, молодец, молодец, вперед. Молодцы, вперед, хап. Тут надо управлять весом, тянуть за руль, куда нужно повернуть. Вот это поездочка, поездочка с ветерком. Спасибо большое, классно. Если говорить о маламутах, то они родом из Аляски, Аляскинский маламут называется. Они выведены именно ездовыми. Они не охранники, не охотники. Было племя эскимосов, называлось маламуты, да? И по их названию, их же вот собак так и назвали маламутами. И, значит, они ездили на них тысячелетиями и выводили именно тех собак, которые были лояльны к человеку, к любому человеку. То есть они не привязываются к одному хозяину. Они как транспортное средство. Любой человек может прийти, одолжить, там, уфряжку, съездить куда-нибудь, да? Они такие вот, именно добрые, к любому человеку, получается. И выводились именно такие добрые. Поэтому сейчас вот эти собаки, не охранники, не злые. Они такие няшки и чисто ездовые, получается. Они любят бегать в упряжке. Они хотят побыстрее побежать. Не любят вот так вот стоять на месте долго. Маламуты востребованы в северных широтах, как ездовая собака для перевозки тяжелых грузов. Эта древнейшая порода обладает огромной силой и энергичностью. Вместе с тем, в ней сочетаются доброжелательность и общительность. Во время прогулок маламуты привлекают восхищенные взгляды окружающих. Однако люди зачастую путают их с сибирскими хаски. Мороз с северным ездовым собакам действительно нипочем. И все благодаря их выносливости, умению работать в команде и навыку адаптирования к суровому климату. Ну, хаски, как бы собака же северная, из этого у нее поршелсток такой. Зельма, иди ко мне. Поршелсток у нее хороший, видите, густой специальный. И они на морозе на минус 50 очень спокойно выдерживают. Ну, по своим этим морозоустойчивым качествам они очень подходят к нашему климату. У нас вот 55-60 градусов, они совсем не мерзнут. Они лежат на снегу, так и могут ночевать. Я делаю будки, сено ложу. Они практически туда даже не заходят. Они лежат на будке, а не внутри, да, получается, иногда. У них шерсть очень такая набитая, густая. И когда лето, им очень жарко бывает. Но они линяют, поэтому там сбрасывают более-менее. У хасок с лапами, да, у них на лапах не образовываются вот такие льдинки. Потому что у них, видите, лапы вот так. Ну, лосун некоторые, конечно, смазывают специальным воском, чтобы не прилипало вот этот снег и все такое. А вот у хасок такого вообще редкость вообще. Ну, получается, ноги у них почти не потеют. Из-за этого у них проблемы с этими нет. Они неприхотливы в еде. Они кушают в основном мясные, рыбные ошметки, остроганины бывают. Да, вот это вот все делаем сухим кормом, как гарнир. Зимой два раза, летом один раз кормим. По вечерам. Ну, летом у них аппетита совсем нет. Летом плохо кушают. В жару любая собака плохо кушает. Ну, с этим надо смириться и просто кормить, сколько они хотят. В плане еды, конечно, у них там все вот это все по одному все равно кушают. Ну, мы, конечно, я каждый день варю им вот это уху или там чебульон с кормом. Все, хватит. Сейчас скоро поедем. Интересные факты были получены в результате анализа и сопоставления ДНК аляскинского маламута и сибирских хаски. Оказалось, что они имеют родство не только с волком, но и друг с другом. Отличия обнаружились разве что в размерах и весе. А вот сейчас перед вами результат работы над другим ДНК. Это клонированная собака в Южной Корее клонировали. Якутийская охотничья абрагентная лайка. У нас уши что-то не стали. А так из уха, прямо с кусочка уха сделали такую собаку. Галяха зовут ее. Кобель. Три года. От обычной собаки чем отличается? Ничем не отличается. Ничем не отличается. Да, нет. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Тorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Тorzok Дима Тorzok Все северные собаки обладают физической силой, мощью, а самое главное – возможностью адаптироваться в самых экстремальных условиях окружающей среды. Северные породы собак – это именно те животные, которые были выявлены благодаря усилиям северных народов. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Тorzok Дима Тorzok Дима Тorzok Дима Тorzok По еще одному северному поверью считалось, что есть собаки-шаманы, обладающие способностью видеть и чувствовать нечто потустороннее. Хозяева таких собак часто получали предупреждение о грозящей опасности. Они, как правило, были с так называемыми дополнительными глазами – пятнами над бровями. Их еще называли четырехглазами. Они говорят, что собаки, когда в лесу охотятся, иногда бывает с лаем вокруг избушкой бегают, кого-то отгоняют, таким рычат, лают на кого-то, не видно. Они уже знают, что это нечистые силы. И вот такие собаки. Эмылах по-якутски называется эмылах. Это вот такие собаки. Восточно-сибирская лайка, вот таких собак, говорят, четырехглазые, они отгоняют, как говорится, этих, ну, злых духов. Но она на охоте вот от глаз выколила, вот на сучок попала. В общем, такая зарплая. Вот так. Тихо-тихо. Все представители северных пород являются живым воплощением собачьего ума, сообразительности, преданности и любви к человеку. У таких собак прирожденные лидерские качества. Все, как на подбор, проявляют независимость нрава и тягу к совершению подвигов. Ну, это представители якутской охотничьей лайки. Тоже 10 лет, самая, как у нас читается, такая опытная, племенной кобель, туман его зовут. Медведев, полосю работает хорошо. С ним добыто где-то 10 медведей, да. И один раз медведь его поймал, сильно помял. Даже он, когда вот воду пил, прямо вода через горло, там перекушена была, горло, вода стекала. А так он по лосю, по медведю хорошо работает, или хорошую потомство дает. Его эти сыновья, дочки тоже по медведю хорошо работают. Ну, это типичный представитель якутской охотничьей лайки. Такая наша лайка должна быть такая, здоровая. И вот голова широкая, черепная коробка широкая. Я себе постоянно говорю, на сенокос без косы не отправишь никого, или лес рубить без топора. Также охотник без собаки в лесу, короче, не отправишь. Это охотник и собака, это неразделимы. Это лучший помощник, друг, и он может, и как орудие труда получается. Собака – это для меня друг, конечно. Это компаньон, это мои, как дети даже. Они по сознанию, они где-то как трехлетние дети получаются. Поэтому надо с ними обращаться как с детьми. Всегда чем-то развлекать, выгуливать и тренировать, конечно же. Они очень любят людей. Для многих людей, для многих семей они становятся как талисманы, что ли, обереги. Они очень любят людей, очень человеколюбивая порода. И у них у одних прописана черта склона к самопожертвованию ради человека. Это очень ценное качество. Это моя девочка Зельма, первая собака. Как сказать, собака, как все же говорят, собака – друг человека, член семьи. Вот это сын Зельмин, Бенедик Петрович. Да-да-да, любит целоваться. Если бы не было собак, мы бы их придумали. Иди сюда, Китниш. Иди, моя хорошая. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова